Да заведи его сюда, вон посадишь, вон там на улице. И там Игорь стоит, тоже меня ждет. Еще раз мы повторяем сначала и продолжаем. Трансляция упала, продолжаем дальше информацию. Итак, я говорю о том, что в той ситуации, когда приходилось несколько раз переезжать с места на место и разворачиваться то в церкви, то просто на улице, то в кафешке. Но, кстати сказать, благодаря тому, что мы последнее место разворачивались в кафешке, мы благополучно пронаблюдали, как за углом от того помещения церковного, где происходил съезд, находилось отделение милиции, рядом с которым были припаркованы авто, из которых сначала выбрались тетушки. Значит, рядом припарковался автобус Беркута, где прошло построение. Беркутовцы отправились за тетушками, потом в обратном порядке все это благополучно вернулось обратно. Тетушки прошли в отделение милиции, затем благополучно уселись в машины и разъехались со стоянки возле ментовки. Ну, ребята, знаете, это была такая картина маслом, как сказали бы в замечательном сериале. Продолжение потом последовало, но такие вообще наглядные... Ну, мы для себя, кстати, сказать, в этой связи сделали сначала выводы, ну, как-то без особого энтузиазма отрабатывали, как те, так и другие. Я имею в виду и тетушек, и головастиков. То есть было такое ощущение, что, ну, да, гэппи с допой спустили сверху, нужно провести показательно, показать картинку, продемонстрировать. Они, как положено, галочки поставили, тетушки были, были, штурмовали, штурмовали, головастики пришли, пришли, отработали, свалили, свалили, все, картинка была. Ну, вот, ну, поэтому и дальше мы, когда вот были с ними на площади тоже, ну, вот не было такого сумасшедшего остерленения, по-моему. Так, классно, люди працювали за гроши. Щодо питания технического, ну, на 60% это моя вина, правильная, тобто, все могло быть быть намного гато краще, тут уже, уважайте. Хорошо, ребята, спасибо. Смотрите, я еще раз напоминаю, что в видео, несмотря на то, что, да, онлайн-трансляции через интернет напрямую были сложности и не все получалось, то звука не было, то курочки у нас там куда-то, мы еще раз извиняемся об этом, потому что, ну, все бывает. Мы все записали на видео качественно, хорошо, линки выложим, все сможете посмотреть, как это происходило в действительности. Поэтому мы, ребята, отпускаем, они голодные, холодные хотят поесть, и у нас сейчас есть дальше Богдана, да? Я передаю Володе нашему спиннобаченцу дальше микрофон и приглашаю Богдану, и мы продолжаем. Так, доброго вечера еще раз, сейчас мы ждем Богдану, буквально несколько организационных моментов, и мы до вас повертаемся. Спасибо. Спасибо. Следующее музыку, я уверен, что будет очень приятно слышать нашим землякам, и ванно-франкевцам, и вообще всем землякам. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 И многие из тех, кто поддержали инициативу, они уже заранее готовились к происходящему. То, что будет завтра происходить со стороны организации, входящей в ГРМ, там будут не все, потому что с организацией вряд ли получится очень быстро. Но многие. Ну и датой места встречи это метро Крещатик с выходом на Институтскую, 9 часов утра. Те, кто хотел бы поддержать гражданских в, собственно, заявлении своей позиции по поводу принципов принятия бюджета и по поводу распределения бюджетных средств, те, пожалуйста, присоединяйтесь. Вот тут пройшло питание от нашего постоянного глядача. Чи будет сейчас спильное бачение, взагалі спильное ТВ, как працювать исключительно в Руси ГРМ? Ні, мы не собираемся працювать в чьемо-то русле, чтобы вы просто понимали, в нас питание інше. Мы выступаем за формирование громадского сектора. Громадянское суспільство має бути сильным. И будь-что, будь-хто, и кто этому помогает, будет нашим союзником. Если ГРМ будет развиваться последовательно, если ГРМ будет справді, кто у нас працю, который будет контролировать и владу, и политики, мы будем обеспечивать это и поддерживать. Если появятся еще какие-то организации, мы так же будем это поддерживать. На данный момент в Украине таких досвідов, окрім, я не помню, казала она маленько, у нас досвіду скупчения такой великой кількости организаций и координации ИИ не было. Это таки, ну, другий, можно сказать, випадок, политики организации разом спопроцюють и пытаются выработать какие-то решения. Зрозуміло, что ГРМ – это еще очень молодая структура. Она не может действовать настолько злагодженно, тем больше люди одне одного, скажем, не все знают. А тем не менее, повторюсь, нас интересует Ростов-Грагодинское общество в первую очередь. Я думаю, что я хочу создавать это. Знаете, ребята, вот смотрите, так получилось, что на определенном этапе те из организаторов, которые изначально входили в Громадскую раду Майдана, кто-то из них вышел, например, Гражданский сектор. У них своя, как бы, принципиальная позиция по каким-то вопросам. На определенном этапе вот они вошли, вышли, но при этом, ну, вот наше отношение вот со стороны спильного матча не изменилось, ну, ни на Йоту, потому что это одна из немногих организаций, которые, ну, реально работают на Майдане. Мощные организационщики, за которыми немало сильнейших акций, и поэтому мы стопроцентно будем поддерживать инициативы, которые выдвигают они. Более того, вот на форуме Майданов мы были заодно, и они, и мы, когда отстаивался принцип оппозиционности вертикально или горизонтально, мы будем строить на форуме, мы в один голос двух сторон говорили о том, что, конечно же, горизонталь, и эта позиция была поддержана. То есть мы в том, что касается, как бы, развития гражданского общества, принципов самоорганизации и так далее, мы сторонники. И пусть, кстати сказать, не только сейчас можно говорить о гражданских организациях, демократический альянс – это партия. При этом мы с большой симпатией к ним относимся, потому что видим, что и как они реально делают на Майдане, как они строят свою структуру, как они работают с регионами. Вася Грацко просто на моих глазах. Мы общались с регионалами, которых привели, значит, под звуки фан-фан на площадь Уюр-Академии, и разговаривать с ними было очень сложно, реально сложно. Народ настроен был очень жестко. При этом Вася, который, как бы, пошел к ним, через несколько минут там все закончилось улыбками. Ну, потрясающе совершенно, да? То есть нет однозначной позиции того, что мы стоим там привязаны к какой-то определенной стороне. В МРМ просто входить в очень много организаций, в которых мы поддерживаем тот самый Автомайдан, и купа всяких других, которые реально что-то делают. И партии, и инициативы, и сила людей, с которых мы тоже... Мы же всех приглашаем сюда, и вы можете переконаться, поспілкувать с этими людьми. Тому я думаю, что мы будем выяснивать каждого отрема и заголовную структуру. И, в принципе, если что-то новое будет, что-то новое организовать на Майдане, мы будем поддерживать. Вот тут есть два вопроса, я их взвожу в одно. Тут Берліне ООО пытают. Сейчас сижу, хочу узнать новости, зачем мне ООО. И второе, это почему в Харкове вы отказались створить свою политическую силу? Так, почему в Харкове вы отказались створить свою политическую силу? И второе, почему люди хотят узнать, почему им пропонуют самую громадскую организацию? Смотрите, очень четкой, определенной была позиция. Любая партия, как ни крути, это вертикально. Мы создаем марежу-мареж. Мы создаем сеть структур, если говорить о гражданских, которые могут действовать в каждой в своем направлении, отстаивать каждый свои интересы. И при этом действовать параллельными курсами вместе. И именно потому, что речь идет о такой многочисленной общности совершенно разных структур, но у которых есть общая цель, было заявлено, что нет, ребята, никаких вертикальных структур не будет, будем работать по горизонтали. А кроме того, есть очень много печальных, к сожалению, примеров. То есть до нынешнего момента реально все работали по принципу вертикали. И дальше было либо хороший гетьман, либо плохой гетьман, либо продажный гетьман, либо слабый гетьман и так далее. Но все равно гетьман. А сейчас речь идет об идее, о смысле, об изменении системы, которая сделает так, что не гетьманы определяют, а люди определяют, а те, кто находится выше, поставлены туда только, чтобы проводить волю людей снизу. До речи, кілька слів про мережу мереж. Справа в том, что я сегодня встречалась с Юрією Чайкой, это наш коллега из IT-намета, который так же на Майдане организовал намет и так же помогает своей площадке. Так вот, мы очень с подробицами сьогодні говорили про створение мережей мереж. Что это такое? Мережа мереж, представьте себе, это спільноты, которые помогают один одному, которые чётко знают, что они работают на росту страны, которые чётко знают, что они решают стратегию росту страны. Это так называемый «украинский фейсбук», только не просто для спілкувания, для обменного котика, а для проектов, для завданий, для реализации этих завданий. Я гадаю, что если такая структура будет побудована в Украине, она сможет заменить эту вертикальную структуру влади. Потому что если наша нынешняя модель, мы можем уявить, как трикутник, где есть президент с верху, то то, что мы предлагаем как мережу мереж, это коло, и где настолько сильное, потужное громадянское суспільство, то что не имеет значения, кто приходит до влады, оно контролирует эту владу, после того направляет, рекомендует, и, наконец, решит, решит, кто может быть далеко влада, та или иначе. Тут есть два вопроса. Один, напевно, до Ліни, и другой, до Богдани. Тут очень конкретно вопрос, что это Богдана, человек, в котором работают на аппарат президента. Это до Богдани вопрос, а до Ліни вопрос, что все в Харькове, что весь з'їзд поднимали автомайдан? Питание первое до меня. Так, это самая та Богдана, подождите в мои очи. Я пришла абсолютно сюда спокійно, на спільно-тв, я между вами, для вас, для вас, открыта. Так, мой человек працюет в адміністрации президента, больше того, он подал заяву про звольнение 30 числа из адміністрации президента. Там есть проблема с подписом, потому что жодной человек, я знаю, 20 человек подало заяву, ей бы не подписала заяву. Ну, это бюрократия, это, по-моему, это бюрократическая машина, это вертикаль, против которой мы боремся здесь. Я понимаю, что это очень удивительно, про это можно снимать фильмы, ну, а так есть, так есть. Больше того, у нас с человеком разные политические взгляды, я правоцентрист, я правоцентрист. Ну, тем не менее, нам не позволяет это делать потому что он тоже бывает на Майдане, вот, и рассказывает мне про это. Сейчас скажу, что проект Банково это не имеет никакого отношения, потому что, да, сколько бы нам не говорили, я не знаю, нам еще только Медведчука не подписывала, так подписывали нам все. Приписали? Я понимаю. Я говорю, блин, где деньги? Где деньги? Я всегда говорю, давай вместе заяву введем из «Спильно ТВ», або скажите, або скажите, что вы до нас не наложите, або давайте деньги, потому что у нас реально камера не хватает. Да, или нет слова. Знаете, каждый раз, когда, ну, достаточно жестко отстаиваешь собственную позицию или настаиваешь на ней, ну, проще всего сказать, ну, это ады, провокаторы, ну, потому что, ну, сложно поверить, что люди, как бы, без денег могут от так отстаивать определенную позицию, причем, ну, вот то, что сегодня происходило на ГРМ, тут вот девочки спрашивали, а чего это у вас там на ГРМ сегодня было, и я вообще ничего не поняла. Ну, во-первых, как бы сложно понять, потому что это же контекст всего остального, что было раньше, то есть рассматривались какие-то вещи по текущей работе, которые мало интересны, но рассматривались и принципиальные вещи, например, участие ребят из ГРМ в завтрашней блокаде Верховной Рады, и здесь все было очень горячо, причем с внутренними обвинениями, значит, кто есть агент банковый, и кто, значит, разваливает там ГРМ, мы с Богданом разваливали ГРМ изнутри, потому что мы отстаивали ту позицию, что, ну, ребята, если вы уж заявили о жесткой защите как бы прав гражданских, то, естественно, вы должны выходить на баррикады как бы первыми, а не рассуждать на темы, как это кулуарно отразится на процессуальной стороне. Сейчас много-много могу умных слов говорить, а надо завтра просто вставать и выходить, для того, чтобы те, кто там, видел позицию гражданских. Вы понимали, завтра в годоблокировании Верховной Ради наши собираются біля метро Хрещатик, так, вихід на Институтскую о 9-й године, а еще и еще собираются ранее о 8.30, но вопрос в другом, нужно быть біля Верховной Ради хотя бы о 9.30 и показать нам свою позицию. Чим больше нас будет, тем лучше. Это вопрос уже стоит нашей с вами безопасности, потому что, если будет принятый бюджет, то влада получит полностью все механизмы, получит возможность финансировать силовиков и другие галузи. Я понимаю, что это вопрос нужно блокировать, потому что, на самом деле, если мы заблокируем принятые бюджеты, то должно быть что-то думать и про кабинет министров. Кабинет министров не отримает то финансирование, которое ему нужно. Как раз вопрос о ГРМ. Два. Первое, что произошло много гражданских организаций, вообще, организаций из ГРМ. Это первое. И второе, люди не понимают, что сегодня произошло на ГРМ и просить коротко сказать, что именно сегодня было принято. Продолжение следует...